Добрый день, мои любимые зрители! Доброе время не суток! Я рада приветствовать вас на своем канале. Вот и прошел месяц моего отпуска. Я за это время сняла только 4 видео, и то, которые это нужно было бы снять. Я очень по вам скучала, очень и очень, но с другой стороны я устала. Я бы еще месяц и два, и три отдохну. Вот, сегодня 1 февраля. Итак, сегодня я вот в первое видео, которое я наметила себе, провела опрос. Вы молодцы, вы поработали хорошо. 850 было ответов. И разделилась 20 на 80 по моему вопросу, как снимать видео. И я поняла, что как снимала, так и снимаю. То есть так и буду. Ну, в начале, вот в первый день моего, после отпуска нового, отпуска нового видео, я решила, я решила позвать Эльгиза. Решила и позвала. Ребята, прежде чем начать это видео, вы знаете, мы сколько насмеялись? Ну, хорошо, тренировку сердца сделали. Потому что, потому что приходят очень много зрителей новых. Особенно после сегодняшней болезни нашего вируса, да, и у многих, конечно, обнаруживается диабет. И люди задают очень много вопросов. И я устала писать и отвечать. И я позвала Эльгиза, чтобы он немножко рассказал про диабет. И я потом это видео буду ссылкой отправлять людям. Кто будет спрашивать, я вот эту ссылочку буду брать и отправлять. И это видео назову диабет от диабетика или про диабет от диабетика. Что-то типа такого, чтобы мне самой знать, как называется это видео. Я часто свои видео я тоже точно так же, как вы, найти не могу. В полутора тысячах видео там очень сложно. Сложно что-либо найти. Сейчас я из кадра ухожу. Эльгиз остается здесь. И я буду за кадром, чтобы ваше внимание на себя не привлекать. Как вы же говорите, у вас же харизма. В шапочке. Не ругайте, что я в шапочке. Ну, еще так порядочно я буду. В шапочке я меняю имидж. У меня на голове черти-чо. Ну, потерпите, потерпите. Я буду сниматься в шапочке. Потому что без шапочки я очень страшная. А у меня же харизма. Мне надо быть харизматичной. Все, я исчезаю туда. Туда, вот тут. А Эльгиз, я буду ему задавать вопросы. Я выписала вопросы, которые мне задают зрители. Ну, собственно, такие же вопросы задаю ему я. Сколько у нас диабет у мужа? Я все время говорю, мы, мы, у нас. У меня лично нет, у мужа. Я задаю каждый раз, бегу с этим непонятным. Кто куда чего несет, кто кого нарушил. Кто сегодня наоборот. Или это меня не слушал. Я постоянно спрашиваю у него. Я правда, вот если мне это не надо знать, то я четко выучила продукты. Я четко выучила питание. Все остальное на его совести. Вот пусть рассказывает по своей совести. Эльгиз, если начать про диабет, давай сначала, вот единственный вопрос задам, который тоже люди задают. Ну, действительно, когда человек сталкивается с какой-то болячкой, и тот человек, который никогда не обращал на себя внимания, на свой организм, на свое тело, у него в первую очередь возникает вопрос, что такое БЖУ, которое везде аббревиатура, это, ну, пишут, и люди у меня спрашивают, а что такое БЖУ? А какие-то углеводистые продукты, а какие-то белковые? Для них вот это слово, у них есть растения, есть овощи, например, крупы есть, да, есть мясо, рыба. Вот, пожалуйста, расскажи, это я для того, чтобы потом это видео, я уже сказала, кому-то людям отправлять, чтобы они это слушали. Ну, во-первых, БЖУ – это белки, жиры, углеводы. Значит, белки служат у нас для построения клеток организма. Жиры – это резервы… А где это белки? В каких продуктах? Жиры, они служат для, как аккумулятор энергии. Жиры разлагаются более сложно, чем, скажем, углеводы. А углеводы являются непосредственно питанием нашего организма по энергии. Значит, углеводы. Углеводы у нас присутствуют в основном в крупах, в злаках. То есть, это мука, это у нас всевозможные крупы, это сахара, любые сахара. То есть, те, которые находятся во фруктах, то есть, фруктоза, ничем не отличаются от светловичного сахара. То есть, фруктоза и глюкоза – это практически организм воспринимается как одно и то же. Хотя многие говорят, ой, фруктоза, она сахар как бы не поднимает. Нет. Все поднимает, но, к сожалению, мясо – это и белки, это и углеводы, и жиры. Ну, основное, все равно. У крупа тоже есть и белки, жиры, и углеводы. Но основные там жиры, в основные углеводы, основные белки больше там или части. Я не знаю, не знаю, как-то. Вот это сложно объяснять. Жиры – это жиры. Вот я это в голове-то понимаю, а как людям объяснить, которые, как ты сказала, не понимают. Да, вот спрашивают, что такое углеводистый продукт. Спрашивают, что такое углеводистый продукт, что такое белковый продукт. Почему-то, не знаю, вот многие не знают. Но вот таким людям невозможно объяснить это. Понимаешь? Бесполезно уже. Это бесполезно. Просто вот белки, жиры, углеводы. Белковый продукт там, где много белков. Углеводистый продукт там, где много углеводов. Ну, как я по-другому объясню? Потому что все равно, вот как сказать, что мясо – это белок? Но это не белок. А что это? Это… Мясо. Это человек на мясе может прожить всю жизнь. То есть, значит, там есть все. Там не хватает каких-то микроэлементов, которые нам нужны. Ну, и то, там, витаминов, скажем, каких-то немного не хватает. Но в основном человек на мясе может жить. А на углеводах на одних? На одних углеводах тоже человек может жить. Но чем моложе организм, я вот с чего и начал разговор, чем моложе организм, тем больше ему строительного материала. Он же растет. Клетки размножаются. Иначе нужно очень много белков, чтобы клетки эти строить. А на растительных белках не… Растительные животные белки, они, конечно, ну, тоже белок. Тоже белок, тоже строительный материал. Но по-разному они усваиваются. Все-таки человек изначально хищник. То есть, он не травоед. Нет, это не травоядное животное. Это хищник. У нас у любого человека есть клыки. То есть, достались нам от предков, от каких-то. Вот, и, соответственно, вот эти клыки и показывают, что мы все равно не травоядные. То есть, хотя у нас есть и резцы, мы всеядные. И в любом случае… Больше к хищникам. Ну да, поэтому человек, скажем, животную пищу усваивает намного лучше, чем, скажем, ну, в белковой части, я имею в виду. Хотя и то, и другое тоже усваивается. Вот люди, которые говорят, ну, можно прожить на одних, на одной зелени. Ну, то есть, это как у нас веганы, да, называется, по-моему? Ну да, есть еще эти, которые сыроеденим-то. Ну, сыроедые, да. Не, веганы-то они тоже, они растительную пищу, да. Крупы-то все не едят. Да, вот крупы едят. Но, вот скажем, веганство, как таковое, в чистом виде, оно же тоже не полезно. То есть, белки все равно усваиваются намного хуже растительного происхождения, чем, скажем, животные белки, чем в диабете. Я когда говорю на своих роликах, что вот это сегодня у нас углеводистая еда. Вот к этой углеводистой еде надо… Вот и люди, что такое углеводистая еда? Вот это, вот что такое углеводистая еда, очень сложно объяснить. Проще сказать, углеводистая еда – это еда там, где много углеводов. Вот как по-другому объяснить? По-другому это… или белковая, да, пища. Там, где много белков. Вот, но перечислять все группы продуктов. Вот взять мясо. Мясо – это очень универсальный продукт. Там есть и белки, и жиры, и углеводы. И человек на одном мясе может спокойно прожить. То есть, это доказывают нам и эскимосы, и любые северные народности. Они питаются в основном только животной пищей. И прекрасно выживают. Но у них своя генетика. То есть, они генетически предрасположены именно к поеданию животной пищи. И посадить алеута на бананы с манго – это подписать ему смертный приговор. И наоборот на мясо. И наоборот то же самое. Какого-то папуаса, который всю жизнь кушал только зелень, и вдруг посадить его на мясо. Ну, хотя таких людей не бывает. Потому что любые люди, любые народности в любой стране мира, в любой части света, всегда поедают животные белки. Будь это какие-то жуки, змеи, лягушки. Ну, нет ни одного человека, который бы сидел только на растительной пище. Ну, да. Ну, и самый любимый вопрос – что такое диабет? Вот человек пришел после больницы, ему поставили диабет. И он полез в интернет искать. И вот ему терминами разными всякими закидали. Он читает, читает, как я. Как и я точно так же, когда ты заболела, точно так же полезла. Ты полез, и я полезла. Только ты все понял, я ничего не поняла. Значит, изначально тогда объясню, потому что такие вопросы тоже будут возникать. Почему мои многие познания немного отличаются, скажем, от интернетовских? Почему я так очень тщательно ковыряюсь именно в самом интернете? Значит, дело в том, что диагностировали у меня диабет с очень высоким сахаром. Я не буду называть сейчас цифры, но был очень высокий. Потому что мгновенно меня положили в областную эндокринологическую клинику. Туда, где городским жителям, в принципе, путь заказан. Это для области. Для районов области нашей. Вот. Но меня мгновенно туда, то есть и местечко нашли, хотя были проблемы с местами. Но нашли, положили, сбивали сахар. То есть снижали его. Там же вычерчивали сахарные кривые и определяли, какие препараты мне нужны и прочие. Пятое и десятое. Вот. И врачи там практически все в высшей категории. И именно там я заканчивал в школу диабета, потому что лежал я довольно долго. Вот. Школу диабета прошел. И очень много приставал с разными вопросами к врачам. И когда я приехал домой и полез в интернет, оказалось, что все-таки то, что выдает основная часть блогеров, и то, что говорят реальные врачи, оно немного различается. Вот. Теперь расскажу именно, что такое диабет. Диабет двух типов. Первый тип, второй тип – это разные болезни практически. Первый тип – это когда выходит из строя поджелудочная и перестает вырабатывать инсулин, либо вырабатывает инсулин низкого качества. Для чего нам нужен инсулин? Значит, кровь, в кровь поступает сахар, глюкоза из ЖКТ, желудочного, кишечного тракта. Вот. И этой глюкозой как раз и питается наш организм. Но сами клетки сахара кушать не могут. Для этого есть служба доставки. Это и есть инсулин. То есть инсулин берет глюкозу и несет, отдает клеткам. И когда полностью весь сахар, всю глюкозу раздал клеткам, накормил их, он уходит на утилизацию. Вот. И таким образом сахар с инсулином, пока сахар не раздастся, инсулин будет ходить вместе с сахаром. Ну вот. А у первого типа, если инсулин не вырабатывается, то при... Ну... Разносить-то сахар некому. А сахар все время поступает с едой. И в итоге концентрация сахара растет, растет, растет. Это очень плохо и вредно для организма. Начинается забивание мелких капиллярных сосудов, особенно в конечностях. Начинают отмирать также сначала в конечностях нервные окончания. И человек потихоньку начинает терять руки, ноги. И забивается полностью кровеносная система. Бляшки появляются. В общем, высокий сахар это всегда очень и очень плохо. Но самое-то главное, что если нет инсулина, то клетки остаются голодные. То есть человек все время хочет есть. Команда-то идет, что клетка голодная, команда кушать. А сахара в крови много, разносить некому. Вот это и называется диабет первого типа. Нету разносчиков. Да, нету разносчиков. Поэтому для больных диабетом первого типа только один путь лечения. Это подкалывание инсулинов. Значит, я сильно в этом, ну как бы не силен в этом. Вот, но там есть длинный инсулин, короткий инсулин. Все это высчитывается по формулам. Я это особо не знаю, но знаю, что в общем-то человек, человек может кушать все. Практически. Конечно, тут уже стереотип срабатывает, что любой диабетик должен придерживаться низкоуглеводных диет. Хотя это не совсем верно. Углеводы, они должны быть сбалансированы. Без углеводов человек жить не может. Диабет второго типа. Это низкая резистентность наших клеток к инсулину. То есть клетки по какой-то причине перестают видеть инсулин. То есть поджелудочное у вас в норме. Инсулин вырабатывается в достаточном количестве. Как я говорил, инсулин выбросился. Забрал излишки сахара из крови и пошел кормить клетки. Но клетки рот не открывает, потому что они не видят инсулин. Да, они кушать хотят. Они все слепли. Да, но они не видят, что идет инсулин и несет им сахар. Что покормить хочет. Вот это и есть диабет второго типа. Это наши клетки перестают видеть инсулин. И вот здесь на помощь приходят только препараты. Они заставляют открывать клетки глазки. Да, что-то типа такого. Не будем мы, конечно, вторгаться в биохимические процессы. Это очень сложная вещь. Люди для этого по 5-6 лет, а то и дольше учатся. Хорошие специалисты, они учатся практически всю жизнь. Но нам, обычным людям, вот эти биохимия, это очень сложные понятия. Даже для меня, скажем, хоть я и вторгался, и мучил врачей, но все равно это довольно сложные понятия. Поэтому все намного можно понимать так проще. Что у нас скапливается, вот у диабетика второго типа скапливается очень много инсулина с сахаром. Пока инсулин сахар не раздаст, он не уходит на утилизацию. И в итоге концентрация и сахара, и инсулина очень громадная. Вот и тут только препаратами можно. К сожалению, пока метод не придумали, как это дело излечить. И пока только препаратами. То есть полного излечения. Конечно, когда-то придумают. Так же, как и прибивки сейчас делают. Найдется препарат, который уже как бы навсегда откроет глазки нашим клеткам. А еще я у тебя спросила вот совсем недавно. Расскажи мне, что такое диабет второго типа. И таблетки пьет, и уколы ставит. Инсулинозависимый тип. Да. Почему? Значит, это самый-самый, скажем, из диабетов нехороший тип. Потому что тип второй. Есть инсулинорезистентность. И в то же время уже пострадала поджелудочная. То есть и инсулина мало вырабатывается, и плюс клетки инсулина не видят. И вот здесь очень тонко поймать грань, что обычными формулами не высчитаешь. То есть и здесь приходится и диету соблюдать, и инсулин подкалывать. И, ну, в общем, это, ну, самое неприятное, наверное, течение болезни среди диабета. Ну, в общем-то, я думаю, что каждый понял, что такое диабет первого типа, второго типа и второй тип с инсулинозависимым. И я вот с этими вопросами хожу к Ильгизу постоянно. Это слава богу, что у меня есть такой диабетик, что он сам во всем разбирается. Я всегда говорю, я только кухарка, все. Так, тоже спрашивают, обязательно ли проходить школу диабета? Желательно. Это, конечно, не обязательно. Но без школы диабета... Без каких-либо знаний, да? Да, вам просто... Ну, простой врач, который на приеме сидит, эндокринолог, он вам ничего объяснять не будет. У него просто физически нет времени на каждого больного тратить час. У него отведено 15 минут. Все, он за эти 15 минут вам дает просто общие рекомендации. Чаще дается такая, не брошюрочка даже, а листочек отпечатанный, что надо отказаться от тех или иных продуктов. Ну, в общем, какая-то памятка. И все, на этом все закончится. Поэтому школа диабета подразумевает под собой 5-7, ну, разные школы бывают. В общем, нужна. Школа диабета нужна практически любому, кто хочет следить за своим здоровьем. Кто не хочет, ну, хочет просто продлить себе жизнь. Еще такой глупый, может, вопрос, но его задают. Обязательно покупать глюкометр? Или один раз там полгода ходите к врачу и сдавать кровь? Значит, глюкометр – это вообще очень хитрая штука. Значит, показания глюкометров ни один врач не примет к сведению. Показания глюкометра не заносятся в историю болезни. Потому что погрешностей очень много в данном приборе. Но для самоконтроля эта вещь очень необходимая. Да, пусть погрешность большая. Там плюс-минус 0,4. Это вот на одном, которым я пользуюсь, плюс-минус 0,4. На другом может быть плюс-минус 0,8. То есть это уже чуть ли не в полторы единицы может разнобой оказаться. Но для своего самоконтроля вы всегда сможете определить, когда у вас сахар приподнялся, когда он опустился. Например, также по диете. Любую диету, любые продукты, ведь у нас все организмы индивидуальны. У каждого есть своя микрофлора. Именно своя, индивидуальная. Кто-то лучше переваривает растительную пищу. Кто-то лучше переваривает животную пищу. То есть у каждого есть генетика. Кто-то северных народностей, кто-то южных народностей. И это все разные организмы. Вот поэтому надо все равно каждый продукт желательно проверять. Ну, только на глюкометре получается. Поэтому нужен. Так, ну, любимый вопрос. Только коротко. Ну, наверное, коротко уж это самое. Не будем разглагольствовать-то. Что такое хе? Я везде пишу. Хе – это, ну, проще не бывает, отца на простая штука. Хе – это эквивалент количеству углеводов. То есть одна хлебная единица равняется 10-12 грамм углеводов. Вот. И ничего более. То есть если вы знаете, сколько углеводов в этом 100 грамм продуктов, то очень легко вычитать хе. Для чего хлебные единицы придумали? Придумали для больных диабетом первого типа. И именно больные диабетом первого типа при подсчетах количества вводимого инсулина, они им проще не в углеводах считать было. Ну, это схема вот такую придумали. А именно в хлебных единицах. То есть за эквивалент взяли кусочек черного хлеба. Ну, по большому-то счету черного-белого роли громадно не играет. Да. Вот. Просто взяли кусочек хлеба. Вот. И поэтому и назвали хлебной единицей. Да. Вот. Человеку в день, человеку в день, больного второго типа именно, вот, 20-22 хе. Здоровому, работящему человеку. Да. А если лежачему, и 10-ти. Не здоровому, а диабетику. Ну, который работает, который работает. А кто лежит, тому и 10-ти хватит. Кто лежит, ну, 10-ти хватит. Хватит, хватит. Наверное, не хватит. Я уже так это посматривала, вот, думаю, вот, мне бы, вот, например, так, вот, я сейчас, вот, ну, я ему, сколько раз себя просчитывала, мне от 12-ти до 15-ти это за глаза, это я полностью себя обеспечиваю. А человеку лежачему, который… Ну, лежачий, конечно, чем меньше вы двигаетесь, тем меньше вы теряете энергии, и тем меньше вам нужно именно глюкозы. А глюкоза – это есть переработанные углеводы. Да, и вот углеводы у них, у вас, у них, в хлебных единицах, ага, все пишут, вы диабетика кормите хлебом. Я говорю, у них даже измеряется это в хлебных единицах, ему нужно съесть 20 кусков хлеба, ему ничего не будет. И вот я везде употребляю в своих роликах, в своих видео слово, аббревиатуру ГИ. ГИ. Везде говорю ГИ, гликемический индекс мне сложно говорить, у меня каша, мне трудно гликемический индекс, также консистенция у многих, у меня тоже она не получается. Вот, Ильгиз, расскажи, пожалуйста, про этот гликемический индекс. Значит, гликемический индекс это придумали те, кому делать нечего. Ты чё? Значит, все врачи, эндокринологи определяют, все очень просто, быстрые углеводы и медленные углеводы. Ну, сейчас по-современному это сложные углеводы и простые углеводы. То есть, все потихоньку видоизменяется, но ничего не меняется. А ГИ, гликемический индекс, это скорость всасывания углеводов организму. То есть, но, я тоже сначала считал все эти, смотрел на все эти ГИ, там все, гликемический индекс, но понял одну штуку. Вот, взяли мы рисовое зернышко. У нее ГИ 40. В простом рисе там 85. Ну, какая разница? Я просто говорю, ну, возьмем пшеницу, возьмем чечевицу. Хоть что возьмите. Любой злак, вот, возьмем что, 40 единиц. Но, стоит вам ее разжевать или пробить на блендере, и ГИ поднимается до сотни. То есть, скорость-то, ведь на измельченном продукте скорость всасывания, скорость разложения намного быстрее. Помусоливый, как положено, 33 раза там во рту, жевнули это же самое зернышко, ГИ поднялось, потому что оно во рту уже слюной, ферментами, все это уже разложилось, и ГИ изменился кардинально. То есть, у сырого продукта такой ГИ, у дробленого такой, у муки третий ГИ, то есть, одно и то же зерно. Это очень, это очень сложное понятие для подсчетов. Я просто к тому веду, да, это вещи, может быть, и необходимые, но это очень сложная штука, вот это все понять. Ильгиз, ты прав, что, да, меняется именно в сыром, сырое, дробленое муко, но то, что там ты пожевал и пропустил, это уже ты пожевал или твердое зерно, или дробленое, или муку проглотил, тут уже не считается, вот именно считается в дроблении, а не... Ну, чем отличается дробление зубами от дробления блендером? Да ничем. Нет, я... Абсолютно ничем. Зерно дробится до более мелкой дисперсии, и, соответственно, более мелкая дисперсия в кишечнике усваивается. То есть, либо вы кашу недоваренную, не жуя накидали, это будет одно ги, либо вы ее переживали, раздробили полностью, закинули в желудок, это будет уже другое ги. То есть, скорость всасывания будет совершенно другая. А вы говорите, что я его кормлю, чем попало. Его накормишь, ага. Его накормишь. Он знаете, сколько ворчит на меня, если я кашу переварила или еще чего-то там. Да. И я стараюсь ее... Вообще почти сырой, запаренный. Я вот запариваю ему эту гречку, так вот он запаренный. Это вам я показываю, потому что станешь вам вот так показывать. Мы стали... Я стану показывать, что суп мы без картошки едим, да? Вот каждый... А вы картошку не кладете? А вы что, без картошки едите? Ну, едим мы без картошки, на вкусно. Так же, если я стану говорить, что мы вот эту всю крупу просто запариваем. Но варим мы, скажем, без картошки, и кушаю я без хлеба не потому... Мужч, да. Да, не потому что это вообще нельзя. Да, потому что в других видах. Нет, просто я получаю углеводы в других видах. И свои хеи набираю. То есть, мне тогда придется, если я начну с хлебушком кушать, суп тот же самый, да, и с картошкой, тогда мне придется отказаться от чего-то другого. В это питание. В это питание, да. Потому что получится слишком много углеводов. Да. А это как раз, вот, больному диабетам очень важно держать углеводы в определенных рамках. То есть, нельзя кушать углеводов больше, чем нужно твоему организму для энергии. Иначе это будет сахар в приподнятом виде всегда. И никакие особо таблетки даже и не спасут. Поэтому таблетки нас спасают от высокого сахара, но диетой мы должны помочь ему, организму. Да, и таблеткам. Да, и таблеткам в том числе. Таблетка делает свое дело, а мы еще будем с этими таблетками. Живаю, что попало. То есть, если вы кушаете, будучи диабетиком, кушаете сдобные булки, никакие таблетки вас не спасут. Вот какой у меня диабетик. Поэтому, вы думаете, все почему-то считают, а сейчас особенно, ладно, у меня здесь уже есть такой костяк, зрители, которые уже знают и Ильгиза, и меня знают, что я здесь только кухарка, Ильгиз выберет то, что ему надо. Я предлагаю все, что можно диабетику, а диабетик уже выбирает. Я имею в виду, что вы, потому что мы все люди разные. Моему Ильгизу вот это можно, да, у него сахар не поднимется, а другому человеку на этом продукте сахар поднимется. Поэтому вариантов много, ну, а я все подъедаю, вот поэтому я такого типа. Так, еще вопросик. Нужно ли, можно ли, надо ли считать килокалории? Да. Килокалории очень даже нужно, потому что помимо того, что вы можете держать углеводы в определенных рамках, но переедать, скажем, жирной пищи, жир, он тоже преобразуется в глюкозу, только не в той скоростной системе. То есть чаще она вкладывается в печени, потом переходит уже в состояние наших жиров, подкожных, там прочих, внутренних жиров. И все равно это будет повышенный сахар, если вы переедаете другой любой пищи. То есть положено, скажем, опять же, килокалории 2000-2200. Это для работающего, я человека беру. Для лежачего человека вполне хватит полторы тысячи шестьсот килокалорий. И надо придерживаться все-таки. В противном случае, это как раз, наверное, с углеводами проще работать, чем в общем с килокалориями. Вот у нас получается удержать свой вес в определенных рамках. Это значит, что мы в килокалориях потребляем килокалории именно столько, сколько мы затрачиваем. Но на похудение нас не хватает. А вот смотри, еще я хотела про метформин спросить, потому что и люди тоже спрашивают. Почему метформин, вот человек у него, ну, диагностируют сахарный диабет, да, и вот ему дают метформин, ну, в разных этих. Да, люкофаж или сифон, как-то у вас название-то, да? Сифон, да. Но это все равно метформин. Да все равно метформин, да. И вот большая часть людей начинает худеть, а остальная часть остается при своем весе. Вот расскажи-ка про это. Почему? Или ты знаешь, или не знаешь? Ну, в принципе, ну, как, немного знаю, но сильно я не выдавался, потому что я как раз из второй категории людей, которые не худеют от метформина. То есть, дело в том, что для первой части метформин очень сильно действует на перистальтику кишечника. То есть, ну, по-русски говоря, у человека диарея. Это очень у многих. То есть, метформин вызывает диарею. То есть, зачастую часть пищи, даже не успев, как бы, полностью переработаться, она уже выкидывается. То есть, вы часть калорий выкидываете, ну, грубо говоря, в унитаз. Вот поэтому, наверное. Да, вот и у нас, и у нас с Эльгизом есть знакомые, ну, не друзья, не русские, есть знакомые, ну, уже, можно сказать, из канала, вот, который, с которым мы знаем лично, вот, кто даже, до того, как он поставил ее диабет, он и так был худой, и стал пить метформин, он еще похудел, еще сильнее похудел, это очень плохо. Да, таким людям желательно менять препараты, но проблема в том, что в наших страховых компаниях есть определенный перечень препаратов, в которые входит метформин. Все остальные препараты надо там целую процедуру проходить, чтобы разрешили закупать или на какой-то препарат. Там у них свои системы, я сильно не вдаюсь. Я за обычными таблетками перестал из-за ковида ходить, потому что зайдешь в полигон, в клинику, и ужасаешься, сколько там больных, все чихают, и рисковать очень. Хотя мы и привиты, и уже ревакцинацию прошли, и вот сейчас хотим вторую ревакцинацию уже проходить, но все равно лучше подстраховаться, особенно омикрон, это такая вещь, все заболевают, что даже и вакцинация не спасает. Ну и расскажи про ГГ, гликированный гемоглобин, который в самом начале еще нашего диабета все прямо, они тыкали этим гликированным гемоглобином, что вот надо его проверять, надо вот это, вот это важно, а все остальное, это все фигня. Значит, гликированный гемоглобин, значит, в крови у нас гемоглобин, грубо говоря, делает отметки на своем тельце по уровню сахара. срок жизни гемоглобина, гемоглобин, ну, клетка ее, как называют, три месяца. Поэтому за последние три месяца всегда можно исследовательским, методом это, лаборатории делают, вычислить средний уровень сахара, который был в течение последних трех месяцев. Вот и, соответственно, сдаешь туда, это уже из вены берут. Сейчас всегда все из вены берут, у детей все из вены берут. Да, потому что для частников капиллярную кровь уже ни одна лаборатория не берет. Но для вычерчивания сахарной кривой все равно в стационарах берут еще капиллярку. Сейчас даже малыша, малюсеньким, даже просто вот как врач, сейчас не берут все из вены. Это смотря какие... Ну, по крайней мере, 4 года назад у меня брали именно еще и спарцы для вычерчивания сахарной кривой. Ну, не только у меня, у всех, кто там лежал. Потому что это довольно... Это же часто надо делать. Вот, чтобы сахарную кривую, это каждые, там, по-моему, два часа... Надо тыкать. Да. И представь, каждые два часа будут тебе кровь из вены брать. И это в течение там трех дней, скажем. Поэтому... Ну, то есть, гликированный гемоглобин может показать... Он показывает среднее значение, именно среднее. То есть, у вас был 30 сахар, потом упал до нуля, и он вам покажет, что, к примеру, у вас 15. То есть, он всегда показывает среднее значение. Гликированный гемоглобин вот так и называется. вот за последние три месяца. И гликированный гемоглобин, скажем, у вас может сахар скакать, вы снимаете, ну, обычно своим глюкометром снимаете там, у вас 8, 7, вы ужасаетесь, 9, ужасаетесь, но вы ночью-то не меряете. А ночью у вас 3, 2,8, вот. И в среднем получается, что в среднем у вас 6,5. 6,5 для гликированного это норма. Для больного диабета. Это как будто предел, да? Он не выше, не ниже. Ниже хорошо, а выше уже. Нет, это средний, да. И он также гликированно определяет. Если, ну, скажем, там предел, по-моему, 6,8, если я не ошибаюсь. По-моему, 6,8. Вот эти данные, особенно с интернета, которые некоторые там гласят, ой, норма 11,8 на пике там, о, на каком пике? Вот. Или там, вот, 7,8 это прям, ну, это сказочно для диабетиков. Нет, ребята. Есть. Я вот читал документы ВОЗ, то есть Всемирная Организация Здравоохранения. Это всего лишь вот эти цифры 11,2, 11,8, 7,8 это данные по разным исследованиям. То есть, каждое исследование, то есть, а их там для диабетиков очень много разных исследований. Вот. И на каждом есть свой предел. Вот, скажем, никогда вам такой метод не сделают, вот как я прочитал протокол исследования, вот, 75 грамм глюкозы закачивают в кровь. и через 2 часа промеряют, должно быть вот столько-то. И вот как раз должно, вот там цифра, я точно помню, 11,8 должно быть. Не выше, чем 11,8. Если 11,8, значит, там же очень много определяют. И скорость резистенции, и, я говорю, там столько методов, а люди, не зная, в интернете начинают такое колесицу нести. Нет, ребята, есть 6, по-моему, сейчас 6,8. Так-то 6,5 всегда считалось. Это гликированное. Да, это гликированное. А обычный 5,5? Обычный, обычный, 5,5, это считается нормально через 2 часа после еды. И вот, Эльгис, еще немножко, застрим внимание, вот, я уже задолбалась всем говорить. Одно и то же. Здоровый человек, у него норма до 5,5. Вот, у него должно быть 5,5. Все, что выше, это уже начинается диабет. Вот. И мне люди говорят, как человек похож, ну, например, я измерила перед едой, у меня 5, например, да, 5, ну, пусть 5,5, да, поела, через 2 часа кровь должна ведь встать в норму. Да, в норму. Мне откуда-то же взяли эти 2 часа? 2 часа, сейчас расскажу. Ну, то есть, все равно он должно 5,5. Если через 2 часа выше, это уже проявление диабета. Да, проявление диабета. Говорят мне, 7,8 это норма, после, через 2 часа. люди путают, вот эти, как я уже говорил, вот эти методы исследования, они есть разные. Вот скажем, если взять капиллярную кровь, то норма 3,3, 5,5. Норма. А если взять венозную кровь, там уже до 6,1 норма. То есть, при каждом исследовании своя норма. Поэтому вот, многие люди просто не задумываются, какую цифру они говорят. есть, да, есть вот, общий признак, 3,3, 5,5. Это норма здорового человека. Почему через 2 часа? Значит, когда вы покушаете, скорость всасывания, особенно если сладкая пища, до того высокой, что у здорового человека сахар поднимается выше 10. Это 100%. Мы же на мне измеряли все это. Да. Нам же было интересно, сколько у диабетика, сколько у здорового. И все это мы измеряли, как бы пробовали на себе. Вот. Скорость срабатывания вообще нашего организма, это же должна команда, то есть, вы съели пищу, она должна всосаться в кровь, глюкоза, преобразоваться все это в глюкозу, вот, подняться уровень, там, скажем, до 10, только тогда идет команда в мозг, мозг дает команду поджелудочной выработать столько-то инсулина, вот, поджелудочная все это выполняет, забрасывает в кровь инсулин, инсулин забирает лишнюю глюкозу, несет и раздает клеткам. Вот, на все, на все, про все, после приема на пищу уходит 2 часа. Вот как. А я даже про это не знала, все хотелось у тебя спросить, и все это. Вот поэтому отсюда и взят метод, что замер идет через 2 часа после еды, потому что организму требуется сделать вот очень много подобных операций, это не быстрая операция, особенно всасывание вот в кровь, разложение пищи, но это долгие процессы. То есть, если через 2 часа у вас высокий сахар, значит, у вас организм уже не сработал. Поздно воск дал, поздно, это почернодочная, где-то уже сбой. И здесь уже надо исследовать. И вот для этого и служат другие исследования, где вот эти цифры 7 и 8, 11 и 2 там и прочее. Это другие методы исследования, которые определяют, на каком этапе ваш организм дал сбой. А не то, что вот вы взяли из пальца и у вас норма 11, а там норма 7. Нет, норма 3,3, 5,5. Вот диапазон. Ниже 3,3 это гипогликемия, а выше 5,5 это гипергликемия. Это диабет. Да. Так, и еще вопросик. Вот по мере это, знаешь, сколько задают? Вообще вот такие бы надо бы делать. Ну, практически на каждый вопрос. Я теперь буду... Записывать. Задали этот самый вопрос. Я прибегу у тебя, спрошу, ты расскажешь. И я хоть 3 минутки выдам, чтобы люди знали. Потому что мне самой не объяснить, правда. Якостно язычная, я не умею. Пусть даже я это, что-то где-то и понимаю, но все равно мне не объяснить. Ты хорошо понимаешь. Я плохо понимаю. Это благодаря тебе я понимаю. Потому что без конца спрашиваю. Вот. И еще я хотела спросить тоже. Люди же также, к тебе все пытаются у тебя спросить. То есть два вопроса, чтобы не забыть, у меня в памяти нет. Чувствуешь ли ты высокий и низкий сахар? И ведешь ли ты самоконтрольную таблицу, которую ты в самом начале делал, диабета? Все ли у тебя так же осталось на том же уровне? И вот эти два вопросика, пожалуйста, Свети. Сразу бы сказала, чтобы не забыть. Значит, высокий и низкий уровень сахара. Значит, высокий уровень сахара практически никакой человек не чувствует. То есть при очень высоком сахаре появляется жажда сильная. Да, и кушать хочется. Да, и кушать хочется. Но это уже проявление больше диабета, резистентности, чем, скажем, повышение уровня сахара. Сам высокий сахар человек мало чувствует. А вот низкий сахар, да, низкий сахар чувствуется очень сильно. То есть это начинается подтряхивание рук, но это общая слабость, это состояние очень-очень такое нехорошее. Я говорю в своих роликах, вот ты, часто у тебя бывает, что день проходит, да, и ты говоришь, так, сегодня пойду я сахар мерить. Что-то тут это, сегодня я, по-моему, и переел там, или мало подвигался, и ты говоришь, чувствуешь, что, наверное, сегодня сахар это подскочит, да? Бывают же такие дни? Вот, это как раз ответ будет на второе вопрос, веду ли я самоконтроль? Значит, первые, сколько, года три, я вообще очень плотно вел, у меня такая таблица расширена на каждый продукт, что, как, в общем, измерял по 5-6 раз в день бывало сахар. Полосок, конечно, ушло, но немеренно. Так я еще езла, мне жарда была. Потом, соответственно, сейчас уже дело обстоит немножко по-другому, и также веду эту таблицу но она уже не столь расширена. Я могу сейчас померить один, два, три раза в неделю, ну, к примеру. Вот, только чисто для самоконтроля. И вот как раз это ответ. это, то есть я не чувствую, что у меня где-то сахар там поднялся, а я просто знаю по тому, что я съел, что может сахар подскочить. Вот поэтому я беру и просто контролирую. И даже можешь, тогда еще говоришь, я, конечно, немало ел, но я целый день провалялся, тоже измерял сахар. То есть это уже чисто такие вот умственные, что ли, ощущения, а не физические. То есть физически я повышенный сахар не чувствую никак. Вот то, что ты вот три года даже побольше, ты вот сейчас будет пять лет, ты вот только последний год там немножко расхладился. Ты четыре года, наверное, все это вел. Я просто уже все понял, уже все знал. Перестал уже записывать, да, тут картошка, тут и ячка, тут это, тут все записывал. И, а я думаю, кстати, ты это самое до сих пор так же пишешь. Ладно, но вот когда ты это все понял, и вот ты теперь уже, конечно, да, точно знаешь, что до совокупности дня ты уже знаешь, что сегодня у тебя сахар нормальный, да, что ты хорошо подвигался, там, по дорожке походил, вот ремонтом позанимался, да, мы съездили куда-то, прогулялись, вот даже выгнать машину, съездить, приехать, даже не ногами, и то это уже движение, это уже и сахар в норме. А если как ты правильно говоришь, что тогда, ну, давненько, да, вот уже говорил, ой, весь день провалялся, надо сахар померить. Я говорю, да ты и на кухню не заходил, а вот ты еще сказал, а это тоже важно, важно, что можно ничего не съесть, но целый день проваляешься, поэтому я, для вас, женщины милые, которые мне пишут, говорят, вот я совсем не двигаюсь, но вы не двигаетесь, вы на кровати двигаетесь, вы съедаете, это мало, да, я мало ем, но все равно сахар, надо все равно двигаться, сбоку на бок переворачиваться, руку, ногу поднимать, и так, хотя бы раз, полчаса, в час, все равно надо шевелиться, все равно надо, чтобы организм шевелился, чтобы гонял эту, как он, или если встает на беговую дорожку и говорит, погоняю кровь в этих, в ногах, в руках, и чтобы, надо гонять кровь, чтобы она не застаивала, чтобы идти бляшками там, или еще чем-то, не знаю. Да, иначе мелкие капилляры, они больше подвержены вот залипанию, то есть через них перестает идти кровь. Про холестерин тоже спрашиваю. А, холестерин. Это, по-моему, уже даже и не геометика, это дело не в диабете, холестерин, это дело в печени. То есть, если у вас повышенный холестерин, значит, вам надо к профильному специалисту идти. И там уже дают, кстати, таблетки уже пожизненно их пить. Так же, как от давления, так же, как от диабета, тоже говорит, я вроде бы без таблеток обхожусь, но у меня вот высокий холестерин, там пишут цифры, да, вот у меня тоже уже стал высокий, у меня уже за 5,5 пошло, у меня пока до 5,5, я еще спокойна, а тут последний раз уже 5,8, 6,1, по-моему, я мерила. Мерю. В больнице, не я, это когда я медкомиссию, вот я последний раз уже 3 месяца, от ума статин пила, но так и не сходила с этими, этими ковидами, так в поликлинику и не пошла. Надо было 3 месяца пропить, и потом сходить на, там что-то измеряют, какое-то тоже в крови, там где-то что-то, он сказал, что еще не сильно высокий, но уже надо за этим следить. Ну, а я статин и пью. А ты статин и пьешь, да. Бью уже, уже пожизненно. Да, мне уже их прописали, я уже, просто уже нарушение, оно изначально-то у меня, раз мгновенно положили, и нашли место в стационаре, уже изначально было, что при таком высоком сахаре, уже нарушения, в разных органах уже пошли. Кстати, еще про клинику спрашивают, что у тебя проверяют в клинике, и что там капают, чего смотрят, чего это самое, расскажи только. А значит, один раз в год, скажи. Да, я один раз, положено раз в полгода, к примеру, но мест все равно нет, плюс я уже, ну так получилось, я уже приписан к эндокринологическому центру, поэтому меня просто попросили, не чаще, чем раз в год. Вычерчивается сахарная кривая, то есть проверяют именно опять скорость отработок, ухудшилось состояние или, ну улучшиться оно не может, то есть ухудшилось или не ухудшилось, то есть добавлять каких-то таблеток или нет, вот это основа. А капают тёптовую кислоту, многие, ну как, еще второе название, альфа-липоевая кислота. Вот, но капают всего лишь пять дней, по-моему, пять или семь дней, сейчас точно не помню, но в общем, о предположенном курсе, ну вот, любому больному диабетам, чтобы не было полинеэропатии, это отмирание нервных окончаний, потери чувствительности, особенно в конечностях, желательно на такие курсы двухмесячные, раз в полгода. поэтому добавляю я куш, вот, ну, прокакывают мне тёптовую кислоту в этом, в стационаре, вот, а дальше я уже теортоцит БВ пью, в купе с, с этими, с витаминами, там специальные, витамины именно под этот препарат, сейчас уже не помню, раз в полгода. Раз в полгода я пробиваюсь сам. Раз в полгода капаешься, а полгода пробиваешь таблетки. Так, и какие врачи тебя осматривают ещё? Значит, осматривают, ну, это специализированная клиника, там кроме эндокринологии практически ничем не занимаются, поэтому и все специалисты профильные, то есть не простые, как обычные сидят в этом, в поликлиниках, а именно профильные, то есть окулист, он профильный, профильный именно на, как называется, ринопатия. Ну, я не знаю. Да, ну, это отслоение сетчатки, это больные диабетом, подвержены именно вот этому, отслоению сетчатки, по-моему, ринопатия называется. И аппаратов у окулиста очень много в кабинете, то есть, вот, проходишь по всем аппаратам, то есть, и глазной одно смотрит, там много чего, вот, они, это именно заточено под, и то же самое, ухудшилось, не ухудшилось, то есть, нет такого понятия, ухудшилось или улучшилось, то есть, ухудшилось или не ухудшилось. И осталось на этом смысле. осталось. Значит, второй, это кардиолог, тоже заточенный под, именно, диабетиков. Значит, третий специалист, это невропатолог, также заточенный, именно под, полинейропатию, который именно, все нервы, да, да, то есть, это берется иголочкой, она полностью, все ноги проходят, протыкивают, именно иголка, смотрит на ответные реакции, вот, и то же самое, ухудшилось состояние, или не ухудшилось, смотрит, ну, и эндокринология. Вот она, опять я, вы, наверное, соскучились, пришлось мне стоять, четко за камерой, чтобы не смотрел на меня, он все со мной разговаривал, посидеть мне не дал, и так устала стоять. Это видео я запущу одним роликом, сколько бы там ни получилось, будет около часа, наверное, ну, может, минут сорок, там, ну, сколько-то так, хотела на два дня разделить, но нет, я потом людям буду это видео, прямо ссылку давать, не две ссылки, а вот именно одно, какие, какие, да какие вопросы людей, ну, какие вопросы интересуют, пусть они смотрят это видео, вот, надо открыть рубрику, задай вопрос диабетику, тот человек, который следит за своим здоровьем, который хочет долго жить, счастливо жить, и радостно жить, и все для этого дела, до которого все пофиг, мне часто пишут, а, не плевать, я и таблетки не пью, я все, сколько Бог даст, только, нет, как, убереженного Бог бережет, вот именно, если человек сам стремится себя беречь, то и Бог поможет, а если ты за собой не смотришь, не, и сколько Бог даст, Бог тебе не кидает, и тебя не даст, или ты ничего, ничего сам делать не будешь, так что, на Аллаха надейся, верблюда привязываю, да, 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 вон, даже пример, Алла Пугачева, у нее тоже диабет, и она похудела за счет, вот, метформинов, она сама это рассказывала, это так и есть, и она четко придерживается всех правил, и радостная, и счастливая, и ест хорошо, и детей ее надо поднять, вот, все равно надо стремиться к жизни, все, на этом будем мы с вами прощаться, заканчивая нашу эпопею разговора, мы долго к ней собирались, но надо было все это проговорить, всем пока-пока, и до новых встреч, пока-пока, пока-пока. they had gotten gotten worse,